Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Гранд Туризма 3 для Плейстейшн 2. Ну что же, в прошлой серии мы с вами вот на этом гламурном аппарате покатались. Вот, чемпионат выиграли, одноименный Ярисов. Ну и сегодня, как мы и хотели, пойдем покупать Volkswagen New Beetle, новый Жук. Вот, и постараемся в его чемпионате там чего-нибудь выиграть. Ну, желательно первое место. Сразу приношу извинения за то, что, может быть, вы будете слышать какие-то посторонние звуки с улицы, в общем, потому что у меня открыто окно. Так как стоит страшнючая жара, и вот сейчас вечер, хоть как-то можно окно на самом деле открыть, и какое-то хотя бы подобие, вот, ну не знаю, движения воздуха хотя бы. Это не назвать прохладой, это не назвать свежим воздухом, но что-то хотя бы шевелится, и хоть как-то можно дышать. Вот, поэтому, иначе просто невозможно ничего делать, вот, и мне тогда, если закрыть окно, придется сидеть в одних трусах, вот так. Так хотя бы, ну, более-менее прилично, все. Так что, вот так. Так, ну что же. Тем более, это будет создавать некую такую атмосферу, типа, возле гоночной трассы, шумы там. Кто-то орет, кто-то пищит. Машины ездят, может быть, или поезда. Вот, ну что. Погнали тогда в магазин. В немецкий. Немецкий магазин покупать Ольцваген. Так, ну, мы уже тут выяснили, что за 70 тысяч это наша лошадка, наша кобылка. Мощность у нее 224 лошади. Вес, значит, 1156 килограмм. Запоминаем. Так как мы сейчас ее немножечко будем прокачивать. У нас 4000 с вами останется. И надо, надо ее подпрокачать, потому что в стоковом варианте она не тащит здесь. Так, идем в тюнинг шап. Так, в общем, давайте, наверное, возьмем интеркулер. На нее есть, короче, вот. Интеркулер есть. Второй стадии, да? Точнее, гоночный. Берем за три косаря. И он нам добавляет 18 лошадей. Берем его. И на оставшиеся деньги можем облегчиться чуть-чуть. Есть другой вариант. Я тоже пробовал, короче. Можно было бы купить выхлопную... Нет, забор воздуха, вот, фильтры. И чип. Он дал бы на две лошадиные силы больше. Но, что-то я подумал, что лучше будет иметь на две лошадиных силы меньше, но зато облегчится. Так. Покупаем облегчение. Кстати, как ни странно, в магазине нам показывали 224 лошадиные силы, а здесь 218. В общем, в магазине накручивают. Потому что машины продают лошадиные силы. Мда. Выигрывает гонки крутящий момент. Вот. Так, а давайте теперь зайдем и глянем на наши показатели. Так, 236. А, здесь нету, да, веса. Так, 236 и 1121 килограмм. Было 1156, ну, совсем немного, конечно. Полтинничек. Ой, полтинничек. 35, да, килограмм, получается, сбросили. Даже не знаю, что лучше. Две лошадиные силы или 35? Ответственно. Ну, я думал, хотя бы килограмм 50-70 сбросим. Похудеем. Ой, 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 ой. Жара прям аж сон клонит. Так, ну что же, погнали. У нас, в принципе, этот чемпионат, который мы сейчас поедем, он, по сути, последний. Ну, и останется здесь перезаезд от мирового первенства. Так. Так, что за трассы смотрим? Рим. Рим. Опасная вещь. Гранд Волли более или менее хорошая. Сиэтл в обратку. Ууу, это вообще жесть. Очень переживаю. Блин, тест-курс-товер, какого фига здесь? Какой-то Трилл Монтон поставили, честь слова. Так, и, короче, это Монако. Так, трассы, короче... Ну, вот за Сиэтл больше всего переживаю. И за Рим. Монако, Монако. Ну, Монако, в принципе, я знаю, но, опять же, это я его знаю. Блин. Твою мать, заколебал. Это прямо... Ну, мы же на гоночный трек вот приехали. И тут... Красовики, понимаешь ли, подпертывают. Так, давайте выключим всю вспомогательную электронику. Обойдемся без нее. Так. Ну что же, а если у нас, блин, жук не затащит такой конфигурации, то придется, наверное, что-нибудь из тачек наших продавать, улучшать наш жучок и ехать еще раз тоже. Не хотелось бы, конечно. Ладно, посмотрим. Воу. Так. Ну, на старте... А, кстати, да. Мы же выдовые, а они, по идее, капкары эти, они просто заднеприводные. Так что, да, это наш бонус. То, что мы на старте можем хорошенько вырываться вперед. Но, как бы... Черт его знает, как там, что будет дальше. Всею гурьбою! Они нам дышат с затылок. Да, сегодня, кстати, как раз-таки новость услышал, что для GT Sport вышла обновка очередная. И пока я вот пишу эту серию, она качается. Я незамедлительно зашел в свою Соньку и начал качать ее. Посмотрю, что там. Ну, так-то, в принципе, я уже знаю, что там. Там прикрутили кастомизацию. Ну, или, в общем, говоря по-простому, можно теперь раскрашивать комбез свой. У своего пилота. Гоночный комбез. Ох, 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 синявка, пошел вон. О, да. Последний поворот, черт его дери. Ну, я говорил, за Рим переживаю. Так, ну и, в общем, что там еще? Ну, машин добавили. Правда, я точно не знаю, каких именно. Ну, каких-то точно добавили. Вот, и... Добавили трассу. Опять какую-то реалистичную трассу. Я такой вообще не слышал. Чего-то фиг, я не знаю, где она. Ну, в общем, как скачается, надо будет проверять, обкатывать. Может быть, на следующей неделе и даже в конце этой проведем стрим по... по Гранд Туризма Спорт. Ну, если он будет, то я напишу. Заранее постараюсь. Так, я что-то смотрю, они все-таки шустрее, чем мы. Везде кусают. Ну, может, это еще из-за того, что я трассу... Ай, плохенько знаю! Ё-моё! Все обошли. Вот заразы. Почти все. Да-а-а-а... Тухляк, конечно. Тухляк. Прям вообще тухляк. Тьф, блин. Чёртов рим этот! Так, блин. Первого уже не обойдем. Так, вторые, 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 вторые. Ну, ладно, это Рим. Это Рим, за который, в принципе, я не зря переживал. Посмотрим, что будет дальше. Так. Да ё-моё, что я все время жму не то. Так. Еще ведь деньги теряем. Тоже плохо. На вот этих вот промахах. Так, ну что? У нас следующая трасса Гранд Волей. Постараться надо на ней отыграться. Потому что дальше Сиэтл. Ой, это совсем печально. Так, а кто у нас выиграл? Синий. Ну, а что же они тут все одинаковые, блин, по цвету. По-моему, синий. Фиолетовый. Да, он синий. Блин, еще и вторую сторону. У собака. Так, чё я сделал? Хотел под него подставиться. Не получилось. Так, ладно. Вот, синий идет последним. Это хорошо. Теперь главное вырваться вперед. Кто обрадовались. Синего-то закосячили. Сами-то выберемся. На родные просторы. О. Хорошо. Второй песочный поворот. Помогает. Эк. Да, тут меня тоже в комментариях спрашивали, гоняю ли я на автоматической или механической коробке передачи. Пробовал ли я вообще гонять на механической. Гоняю на автомате, да, я, естественно. Пробовал на механической ездить, пробовал, но это сложно реально. Это надо долго привыкать к ней. И в режиме, когда ты еще и записываешь, что-то говоришь, в общем, нужно, ну, как бы, постоянно думать о передачах и постоянно что-то, ну, говорить, комментировать. И при этом у меня нету автоматизма такого, при котором я бы переключался на автомате, поэтому будет сложно для меня ездить на коробке передачи механической. Поэтому я буду продолжать ездить на автомате. И механику я ставить не буду. Механика только в том случае буду ей пользоваться, если, например, будем сдавать лицензии International или еще какие-то. И там, ну, специфические задания, где, например, без механики там никак, где автомат будет, например, подглючивать или еще что-нибудь, где это прям, ну, необходимо будет. Там, да, возможно. Вот, а так, так, нет. Буду ездить на автомате. Вот, как-то так. Надеюсь, ответил на вопрос и не разочаровал. Собственно, что мы? Мы предыдущие все части проходили на автомате. Чего нарушать традиции? Неплохо вроде проходили. Так, ну, на Гранд Волле это ситуейшн изменился. Хоть-фу-ть-фу не сглазить, как говорится, потому что еще до финиша треть круга. Но все равно. Это радует, что где-то мы дать бой можем. Да, время-то, собственно, тоже там все было на волоске. Мы там ни в одну калитку слили, но просто сама трасса. Ну, я сразу за нее переживал. Так, узнать бы, где еще этот синий, наш соперничек. Ладно. По-моему, второй идет красный, потом какой-то фиолетовый. А, синий, вон, и наш третий. Это хорошо. На самом деле. О, да! Победа! Отлично. Да, он... А, ну да, четвертый, четвертый. Все время забываю себя считать. Так, что у нас в общем зачете? Ну, сейчас мы должны быть единоличными лидерами. Ага, этот все-таки на втором месте идет. Смотри. Синенький. Странно. Ну, ладно, на три очка отстает. Вот, блин, в Сиэтле надо. Где, али, вон, белых вперед пропихивать? Так, пятерик. Рубасиков положили в кошелек. Так, ну что, за победу не грех и шампусика. Ну, правда, шампусика нету. Лимонадика тяпнуть. Как на подиуме прям. Сейчас тут как начну расплескивать все. Ваше здоровье, господа. Так, ну что же. Ладно, расслабляться рано. Это все вторая гонка. Мы всего на три очка лидируем. И это, конечно, не то преимущество, при котором можно веселиться до упаду. Так, Сиэтл, да? Давайте, наверное, попробуем квалификацию проехать. Что-то я прям как-то это... Посмотрим. Может, удастся спартануть где-нибудь. Так, я вот сейчас смотрю, почему у нас включены все помощники опять. Мы же их отрубали. Какого хрена? Ничего не поймал. Как так и почему? Так, надо... Ну, в общем, квалификация-то такое. Мерила будет у нас. Где мы окажемся? По отношению к ним. Как я уже говорю, вещь прикольная достаточно. Сейчас сразу сможем глянуть, где мы, собственно, будем. В прямом эфире! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Некая, блин, тенденция наблюдается, что что-то с городскими автодромами у меня есть проблемы. Рим, пас на Сиэтл, вообще кошмар. Р-11 тоже такой. Все время вопросы возникают, да что ты, да блин. Куда тебя несет? А, ладно, это у нас незачетный пока круг. Все равно. Так, почему, блин, включились опять эти? Может, сейчас включится на боевом круге, нет? В квалификации нельзя, блин, без помощников ездить. Да, и вон, да. Старт, квалифайм. 1,53, 6. Ладно, есть у нас ориентир, красненький на поуле. Так, а по очкам за нами... Ух ты, белый, отлично. Если белый останется на поуле, хорошо. Вон, один из последних по очкам. А, синий у нас преследователь, получается, ближайший. Все, вот она всего три очка. А, уже второй белый. Вот, получается, два белых, красный, синего что-то пока вообще нет. Вблизи. Потому что у него тоже проблемы с городскими автодромами. Как у нас. А-а-а-а. Вот это место узкое, но он вообще мне не нравится. Давай, родимый. Так, надеюсь, в гонке-то отключатся эти помощники. Или опять надо будет... Лезть и отключать их вручную. Так, где там общее время? Ой, блин, что-то плохое время, да, будет. Ой, плохое. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Опять секунд. Ладно. Больше не поедем. Все плохо, в общем. Да, I'm sure, sure. Да, последний, короче. Ой, ну что же, поехали. В гонке, может, шансов побольше будет все-таки. Не знаю. О, синий предпоследний. Хорошо. Так, да, точно. Два беленьких, смотрите, на первых местах. В принципе. Они самые безобидные пока что. Два беленьких этих объекта. Потому что у них, по-моему, наименьшее количество очков. Или они как-то там с фиолетовым перемежаются. Ну, в общем, все равно. Так, все страшно. Так, главное. Ой, вот что происходит? Почему они так уехали? Да, кстати, у нас снова не работают. Может, по хрену они были включены в квалификации? Вообще непонятно. Может, без них мы бы сбросили все-таки там, ну, не знаю, с пяти хотя бы секунды-полторы. Чем черт не шутит. Вот. Понятно, что первыми бы все равно не были. Но хотя бы. Вау, вау, вау. Ну, блин, куда тебя размотало там? Как они там так вылетают, а? Не, ну, последним-то нельзя приезжать. Это прям совсем печально. Даже если двое белых выиграют. Какая нахрен разница, кто выиграет. Если мы последним, это как-то совсем печально. Да елки-палки, ну... Я сначала думал, удастся как-то по внутренней зацепить кого-нибудь. Полез на внутреннюю. В итоге, смотрю, что они очень быстро в этот поворот входит. И... Вообще не такая была, какая нужна. Блин, вообще жопа, вы гляньте. Все, без шанса. Ну, что-то здесь... Да елки-палки. Чего-то меня... Бесят эти... Городские трассы. Точнее, не они сами бесят, Это бесит то, что я почему-то на них херово езжу. Ай, ни черта си отстали. Все, будем тупо доезжать. Так, следующее у нас чё? Тест-курс, да, по-моему? Так. Трасса осталась. Тест-курс и Монако. Блин. Тест-курс вообще что-то непонятное. Нафиг его сюда впинюрили? Они мощнее нас? На тест-курсе я не знаю, чё у нас там. Чё, шансы будут с ним, побороться нет? Ну, Монако тоже такое, под вопросом. Городской же, блин, автодром. Точнее, не автодром, а трасса. Капец, просто из князей грязи. Ужас. Ужас просто. Просто ужас. Так, чё у нас? Ага, ну хорошо, что хоть так они и финишировали. Два белых, фиолетовые и... Вообще, последняя синявка. Молодец. Хотя бы не так много очков у нас отыграет. Так, он на три очка был позади. Чё теперь у нас? Оу! Отлично! Вообще супер просто! Смотрите, какая плотная борьба, но... В то же время мы остались лидерами. Отлично! То есть у нас, по сути, только одно очко отыграли. Вот оно, вот оно! Тактика! Тактика и стратегия. Ох, люблю я всё-таки чемпионаты. С большим количеством трасс, где можно проявить тактическую смекалку. Ха-ха! Так. Ну что, тест-курс? Непонятная фигня, конечно. Ну, посмотрим. Короче, у нас преимущество при старте есть. Надо вырываться вперёд и как-то... И как-то их сдерживать, наверное. Что-то в этом духе. Ещё и тест-курс-то здесь громадный. Это вам уже не вторая часть. Здесь тест-курс. Десяти километровый, по-моему. Так. Ой, нас тут расставили-то ещё вон как далеко. Ё-моё! Ой-ё-ё-ё-ё-ё! Так, ну тут есть. Конечно, волшебный Слипстрим. Но... Не совсем понятно всё равно, как мы будем... Короче, всё очень близко, я чувствую. Прям... Так, давайте здесь вот так ехать. Здесь очень важно... Делимитровать, короче, между ними. Я чувствую здесь прям... Очень всё будет близко. Так, иди вон. Так, а кто у нас за нами под... Ну и синий один бренд, да? Ну там всё настолько близко, что... Что там, в принципе, без разницы, кто у нас сейчас уделает, если уделает... Так, да, и здесь чё хорошо есть зеркало заднего вида. Так, ага. Ага. Спасибо тебе, краснявыч. Так, тоже неплохо. Так, а чё, не буду я тебе давать Слипстрим? Зачем я еду? Зачем я еду? Так... Перед тобой... Так... Всё-таки накатывают, да? Опа. Второй стал. Кто меня там уделал? Ну, что там уделал? А, ну ты... Ай-яй-яй, блин. Ай-яй-яй, блин. О, они на повороте, походу, сбрасывают. Смотрите-ка, как под отстали. Ну что, блин, сумасшедшие, что ли? Ну, это на руку. Ага, к концу накатывают все-таки. Так, давайте их всех пропустим. Потом в Слипстрим залезем. Разгонимся как следует. Эй, стойте, 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 не отрывайтесь, ребята! Ребятушки! Стоямбо! Давай, 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 накатывай, накатывай, накатывай. Во, пошел, 257, 8, 9, 60. Лоп, давай, 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 65, пойдет. Вау! И я как ветер. Так, зачем я сюда вильнул? Не буду им ничего давать. Так, они сейчас еще. Вроде там притормозят малеха. Хорошо. Так, главное, чтобы они на прямой-то все равно накатят. Сильно снижает, 234. Они где-то в пределах, наверное, 240-45 едут. Так, ладно, 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 ладно. Да, свип-стрим красненький. Так, ладно, 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 ладно. Так, подождите, еще же один бэнкинг, да? Тут что-то там полоски пошли, я подумал, что все, финиш. Так. Блин, они сейчас на финише накатят, вот что плохо. Они сейчас прям под финиш накатят. И он уже накатывает. Так. Не дамся живым. Не дамся. 68 тысячных. Ух. Блин, пока что самая захватывающая гонка была. Точно. Все, вот за это прям можно тяпнуть. Так. И что у нас, красный, белый. Часто формально был ближе всего к нам все равно синенький. Сейчас подразвалится их группа. Ух ты, 27, 18. 9 очков. Причем двое Слушайте, 9 очков Это о чем нам говорит? Это он говорит о том, что в принципе Нам достаточно в следующей гонке В Монако набрать 2 очка Прям на верочку, чтобы быть первым Будем на 1 очку впереди Это хорошо Это хорошо Да, но гонка была, согласитесь Такая напряжененькая Со слепстримом Да Интересно, интересно В принципе, они специально эту гонку И поставили сюда, что Монокласс, машины все очень приближены По характеристикам, и именно За счет слепстрима, за счет Некой такой тактики, ты тут и должен Постараться выиграть Так, ну что же, Монако Великая и ужасная Вперед Че там Поехали Коу-де-зу Носленное побережье Так, меняем Ааа, блин, ехал Ой, второй раз вверх Синявыч Вперед сразу вырвался Че ты пинаешься, а? Борзой Ооо, медленно, чувак, ты в этот поворот входишь Я тебя по внешней обошел Вау Так, Монако, Монако Монако, фишка в том, что я Монако знаю хорошо Но я его знаю по формульным симуляторам Формульным игрушкам А вот в Грам-туризме здесь же все равно физика играет роль Физика другая Поэтому, соответственно, и Могут быть точки торможения другие Снос машин другой Могут быть даже апексы чуть-чуть другие Шикана Смотрите, какая тут шикана Ага, хрен срежешь вообще Представляете, если в Формуле-1 Там бетонные блоки стояли Сразу, вот только шикана начинается Сразу тыньте Пятитонные Бетонные блоки, да Это бы Цену ошибки перед шиканой Немножечко повысило, да? Совсем чуть-чуть Кошмарики Тогда еще разработчики Не знали Временных наказаний И поэтому, чтобы не срезали Они прям Прибегнули К ультимативным просто методам Бомбахнуть туда Бетона Беленький опять Белький прям За ум взялся О, здесь три круга Ничего себе Да вы что, ребята Последняя гонка Самая напряженная Да, кстати Раз уж мы едем По формульной трассе Давайте чуть-чуть О ней и поговорим Я имею в виду не о трассе А о формуле Тут На выходных Гран-при Германии Ой Гран-при Германии Гран-при Венгрии было Че-то я Гран-при Германии Было неделю назад Ну и вы знаете Меня прям Как бы Тьфу-тьфу-тьфу Не сглазить Последние гонки Прям рады Прям Как это Вторая треть Можно так сказать Сезона Прям получилось На заглядение Гонки интересные Ну и вообще Борьба Острая идет На трассах Обгоны Какие-то Постоянно что-то случается Нежданчики какие-то То есть Прям Четко Мне нравится Вот Венгрия Правда В этом плане Была немножечко Поспокойней Но Все равно Все равно Была борьба И В концовке Там Ботос Начал чудить Мне прям Понравилось Как он Агрессивно Защищался А до этого Германия Это вообще Например Была Шикарная То есть Феттель У себя На родине Очень сильно Обкакался Надо было Это даже Не под дождем Это не сырая Трасса Не мокрая А такая Немножечко Влажная Ошибся Вылетел Разбил машину После этого Чуть башку Себя Обруль Не разбил Я аж Ему в голос Когда он Вылетел Ну сразу Переключились На вид Скажем так От первого лица И он там Кулаками Обруль Я говорю Так башкой Башкой Обруль Бейся Так гораздо Эффективнее будет Естественно Ну и короче Потерял свое Нафиг Лидерство Хэмилтон С 14 позиции Выиграл Вообще шикарно А после гонки Такой ливень Пошел Причем сразу После гонки Сразу даже После финиша То есть еще Они на подиум Не успели подняться Такой ливня Раззарядил Я вот думаю Если бы этот ливень Зарядил Не сразу После финиша А например Перед самым Финишем То есть Так чтобы И гонку Не успели Не остановить То есть Буквально Вот Хватило бы За пару кругов Вот реально Даже Даже в принципе За круг до финиша Это было бы Просто эпично Я вот надеюсь Что Где нибудь Все таки Так пойдет Потому что Тогда Вообще Настолько непредсказуем Всегда финиш Вот Классно Классно Я прям Боюсь сглазить Но я прям Радуюсь Сейчас правда Месяц перерыва Нас ожидает Конечно Месяц перерыва Это Тяжко Но ничего Будем Коротать это время За нашими С вами гонками А потом Будет Бельгия Бельгия Спавра Горша Это просто Любовь С первой ложки Так Ну вот мы и выиграли Так что Монако Да Все таки Монако Хоть и городская трасса Но То что я ее В принципе Хорошо знаю По формуле 1 Видимо Все таки Далось Так Отлично В итоге все равно Финиш достаточно плотный Но мы то оторвались Хотя Вопросы были Да Особенно после Сиэтла Ну что же Тем не менее Смогли выиграть Так 5 тысяч За победу И Наверное Так же 10 за Победу В Чемпионате Нехт Давайте 20 Ну Не Десятка Ой Опять другой кубок Вы гляньте Тарелочка Сейчас опять Жука дадут По моему Тут одни жуки Трудятся То же самое Дали Вот то же самое Ну какая Логика Ой Блин Че у них Нахрен Случилось Вот В третьей части С 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 Я Нахрен В шоке Как давать Вот машины Те на которых Ты уже едешь В этом чемпионате Тут чисто Логически Даже Можно рассудить Что Ну блин Ну есть машина Если я его Смог пройти И Вот Все Получаю Какой-то приз Значит У меня есть Блин Жук По-любому Хоть какой-то И скорее всего Этот вот и есть Блин Да Ну вот это Конечно Портит Всю картину Ну это Дало Зато Свой Ну как бы Шарм Что ли Ни в одни Ворота С вопросами Все было Было Мне кажется Достаточно Интересно Из-за Вот этого Шестого Места Так Ну что Зато Этот жук Можно продать Нахрен Вообще Прям Сразу Не раздумывая Так Что я Заходим В наш Дом New Битл РСА Так За этим Мы сидим Вот это Дали Да Блин Ну ценничек Конечно Блин Он Семидесятку Стоит Ну Могли бы Хотя Пятьдесят Процентов Цены Скинуть Ну 17 500 Вы Что Ребята В гараже Главное Показывается Что у него Общая 225 Лошадей Странно Везде Все По-разному Как-то Так Ладно Продаем Его Нафиг Ё-моё Это не Март Ёлки-палки Коты Орут Так Сел 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 И Сколько у нас 45 тысяч Да Так Эти 45 тысяч Мы с вами Наверное Потратим На Допрокачку Скайлайна Я все-таки Хочу ему Докупить Подвеску Так Сейчас Посмотрим Сколько Подвеска Гоночная Стоит А Что это Надо же В тачку Сесть Так 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 Не хочу Другую машину Брать В общем Скорее Всего В следующей серии Будем делать Реванш Последнего Чемпионата Хотя Посмотрим Может быть Поедем Еще Сначала Ролейный Какой-нибудь Чемпионат Так Подвеска Гоночная 17 тысяч Отлично Нам хватает На подвеску И тогда Нам Надо будет Еще Балансир Наверное Купить Тормозной Чтобы Поднастраивать Можно было Хотя Может Он И Скорость Еще Не Так Большие В общем То Что Мы Купим Полностью Настраиваем Это Точно Так Здесь У нас По-моему Все Куплено Кроме Коробки Или Коробка Тоже Куплена Коробка Тоже Куплена И Можно Будет Немножечко Еще Облегчиться На вторую Стадию Вот Как-то Так Ладно Этим Мы Займемся В следующей Серии Эта Серия Не Про Скай А там Глядишь Может И Я Говорю Еще Ролин И Чемпионат Проедем Дабы Немножко Поправить Ситуацию С деньгами Вот Вот А там Я думаю До Лицензии А International Не так Далеко Нам с вами Надо Ее Все-таки Добить Тем более У нас У нас Еще И Супер Лицензия Потом Будет Так Что Достаточно Много Там Еще Работы Две Самых Сложных Лицензии Так Ну Что Ж Тогда На этом Все Надеюсь Что Вам Понравилась Серия Жучок Вот Наш Новый Жучок RSI Ну И В общем Как всегда С вами был Скудер Канал Ни слова Об играх Увидимся В следующей Серии Всем Пока Пока